Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава четвертой книги Царей Читаю для библейского портала экзегет свой собственный перевод с небольшими комментариями Ну и девятая глава у нас рассказывает о довольно неприятных событиях, это мягко говоря Вообще это политическая история, она редко обходится без грязи и крови Но вот в девятой главе описан уж совсем такой безобразный эпизод Без долгих предисловий я напомню, что у нас есть северное и южное два царства И соответственно между ними сложные отношения, а кроме того внутри каждого из царств И как всегда борьба за власть Есть пророк Елисей, главный герой, собственно говоря, первой половины четвертой книги Царей Который каким-то образом не пытается вмешаться в эти междоусобные войны В эти политические расклады, а иногда пытается каким-то образом сказать Как это выглядит с точки зрения Бога Пророк Елисей призвал одного из сынов пророческих и велел ему Опояжься, возьми этот сосуд с елеем и ступай в рамот геладский Опояжься, ну то есть будь готов к действию Человек подпоясывался кожаным или каким-то другим поясом для того, чтобы одежда не развивалась Чтобы можно было выступать в путь или заниматься каким-то трудом Вот это уникальный эпизод для этого периода Мы читали о том, как пророк Самуил помазал будущего царя Саула И потом Давида, следующего царя Но после этого, казалось бы, Господь перестал каким-то прямым образом вмешиваться в эту череду разных царствований И они, грубо говоря, сами там разбирались, кто кого убил Или кто там передал власть своему сыну Вот тот и распорядился царским престолом Почему же это так? Ну давайте прочитаем, чтобы что-то, может быть, стало яснее Этот отрок, юный пророк, смотрите, даже не сам Елисей А вот он посылает какого-то, ну, совсем под мастери мальчишку Юный пророк пришел в Рамот-Геладский Он пришел, а там сидят вожди войска Он сказал, есть у меня к тебе слово, вождь Еху спросил, ты к кому из нас? Он ответил, к тебе, вождь Тот поднялся и вошел в дом Отрок возлил ему елей на голову и сказал Так говорит Господь Бог Израиля Я помазал тебя в цари над народом Господнем, над Израилем Ты уничтожишь дом Ахава, твоего господина И так я отомщу за кровь слуг моих пророков И всех служителей Господа, пролитую из Ивелью Сгинет род Ахава, я уничтожу в Израиле всех мужчин из него от мала до велика Поступляя с домом Ахава, так же, как и с домом Яровама сына Неваты И как с домом Баши сына Махии Это две предшествующие династии Ну, а Ахав и его жена Изевель Это те самые правители Израиля, с которыми постоянно вступал в конфликт Еще пророк Илья, теперь у нас уже Елисей Ну и вот подводится итог всей его династии Обратим внимание, что сам Ахав остался на троне И до той поры, пока он не умер Но вот здесь, здесь уже идет династия Которая повторяет примерно то же самое, что делал он И в какой-то момент Господь вмешивается, чтобы это пресечь Так, как это было и раньше Собаки сожрут непогребенное тело Изевеля На том самом земельном наделе в Израиле Потом он распахнул дверь и бежал Что за надел в Израиле? Я напомню, что царица Изевель Это две разных имени, звучит похоже Но Изевель – это женщина-царица Израиль – это участок земли, это территория Вот, значит, на этой самой территории Был виноградник некого Навота Которого царица обвинила в богохульстве И в мятеже против царской власти Его казнили, а виноградник забрал себе царь Ахав Причем это все построил именно царица Изевель Ахав даже до такого не дошел И вот на том самом месте, где лизали кровь убитого Навота псы Его забросали камнями, казнили Вот там они будут есть и ее тело Жестко, но справедливо И очень часто в Ветхом Завете мы видим именно такое понимание справедливости Что за злодеяние следует адекватное возмездие Повторяющее суть злодеяния Но надо сказать, что тут все тоже очень негладко идет То есть речь идет о внутреннем перевороте О мятеже против царя Еху вышел к слугам своего господина Кто-то его спросил, все ли благополучно Зачем приходил к тебе этот безумец? Кто-то отвечал, сами же видели этого человека Что мог такое сказать? Они отвечали, неверно, поверь нам, о чем он говорил И он пересказал, что говорил ему отрок Так говорит Господь, я помазал тебя в цари над Израилем Тогда они спешно поснимали свои одежды Постелили их ему под ноги на ступени, где он стоял Затрубили в трубы и возгласили, что Еху воцарился То есть смотрите, как интересно Как и в истории с Саулом Сначала помазание тайное, а потом весь народ его принимает Но здесь не весь народ, а может быть только верхушка войска Но, скажем, достаточное количество И достаточно серьезных людей, чтобы это состоялось И открыто объявляют о его власти Так Еху, сына Хешафата, внук Немши, устроил заговор против Юрама Все израильтяне, подластные Юрама, были тогда в Рамоте Геладском Они стояли против Хазаэла, царя Арамейского То есть еще и ведут войну с внешним противником Сам царь Юрам отправился в Израиль Залечивают раны, нанесенные ему Рамеми В битве с Хазаэлом, царем Арамейским Еху сказал Коль вы согласились, пусть никто не оставляет этого города Не то расскажут обо всем в Израиле Сам Еху взошел на коресницу и отправился в Израиль Где лежал раненый Юрам Царь Юдейский Ахазя, как раз навещал Тогда Юрама То есть они еще и скрывают То есть сами они Открыто провозгласили Еху царем, но Не торопятся об этом сообщить дальше Ну а в эпоху, когда не было Средств массовой информации Тем более телефоны, телеграфы и прочего Это было сделать проще Стоял на башне в Израиле дозорно Он увидел множество людей Направлявшихся туда вместе с Еху Он крикнул Вижу множество людей Юрам, то есть царь, который еще не свергнут Который не знает о заговоре Юрам верял Пошлите всадника им навстречу Пусть спросят, все ли благополучно Всадник прискакал им навстречу И сказал Царь спрашивает, все ли благополучно Еху отвечал Что тебе до его благополучия? Езжай следом за мной Да, то есть дает ясный намек Что, в общем, делал царя Но труба И давай присоединяйся к нам Или все будет для тебя тоже плохо А дозорный крикнул Послан и добрался до них Но они возвращаются назад Отправили к ним второго всадника Тот приблизился и сказал Царь спрашивает, все ли благополучно Еху отвечал Что тебе до его благополучия? Езжай следом за мной А дозорный крикнул Послан и добрался до них Но тот, кто в крестнице похож на Еху Потом к ним шискачет, как безумный Ну, то есть он не дает Царю Юраму приготовиться Не дает никакой информации И переманивает на свою сторону Этих самых посланников Что делать Юраму? Очевидно, надо как-то Самому включиться в этот процесс Тогда Юрам велел запрягать Ему запрягли колесницы И вот Юрам, царь израильский Ахазия Царь иудейский Отправились навстречу Еху Каждый в своей колеснице Они встретили его как раз На земельном наделе Навоты из Израиля Когда Юрам увидел Еху Он спросил его Все ли благополучно? Еху тот отвечал Какое благополучие? Когда развратничает Изывель Твоя мать множество и волшебства Вот царь встречает своего военачальника Видимо, уже подозреваю неладное А тот объявляет о том Что да, он восстал против него Но внимание Это восстание все-таки имеет какой-то Духовный смысл Он хочет прекратить Вот языческие культы Которые Мать Юрама Иезевель Та самая Иезевель Царица Практикует Юрам повернул и бросился прочь Крича Ахазии Еще, соответственно Один царь, который там присутствует Предательство Ахазия А Еху взял в руки лук Выстрелил и поразил Юрама между лопаток Стрела прошла сквозь сердце Он рухнул в своей колеснице Еху велел биткару Видному воину Возьми его тело и брось на земельном На деле Навоты из Израиля Вот тот самый надел Который Ахав отобрал Помнишь, как мы с тобой ехали позади Ахава Отца Юрама И как Господь послал такое у нем прорицание Кровь Навоты и кровь его сыновей Видел я вчера Таким было пророчество Господа И я отплачу тебе на этом же земельном наделе Таким было пророчество Господа Так что возьми его тело И брось на этом наделе по слову Господню Когда увидел это Ахазия Царь Иудейский Он бежал к Бетхагану Еху погнался за ним с криком И это выразите прямо на колеснице Вот Еху переходит пределы Которые ему были даны Ему только Северное Царство отдали А он вошел во вкус Здорово Обоих царей убьют Станут царем и там и там Вот как люди часто воспринимают Повеление от Бога Где какое-то самоограничение требуется Там и десятую долю не исполняют А где Господь что-то разрешает И дает кого-то там замочить Вот тут хорошо Тут можно и от себя добавить лишнего И это выразите прямо на колеснице Его поразнили на подъеме гур Что подли Ивлеама Он все же добрался до Мегидо Там и умер Его слуги отвезли его в Иерусалим И похоронили его в гробнице В городе Давидовом с правоцами Ахазия воцарился в Иудее На одиннадцатый год царства Ньюрама Затем Еху отправился в Израиль Изевель царица Мать царя Юрама и супруга Ахава Уже слышала обо всем А вот она конечно себя повела Красиво Вот одобрить ее в чем-то очень трудно Но смерть она приняла с достоинством Уже слышала обо всем Она подвела краской глаза Сделала прическу и выглядывала из окна Когда Еху въезжал в ворота Она закричала Благополучен ли земри убийца своего господина То есть она вот так его приветствует Он обернулся к окну и крикнул Кто за меня? Кто? Выглянули на его зов два-три явных Ну то есть он призывает Они уже поняли, что мятеж состоялся и победил Значит это уже не мятеж А вполне законная с новой точки зрения смена власти И поэтому кто-то наверняка перейдет на его сторону Кто за меня? Кто? Выглянули на его зов два-три явных Он велел выбросить ее из окна Они ее бросили И кровь ее брызнула на городскую стену И на коне Еху А он проехал прямо по ней Затем он отправился перерабатывать Но еще повелел Позаботьтесь об этой проклятой Похороните все Уже она царская дочь Вот нравы до того времени Трудно что-то здесь сказать В качестве комментария И вы знаете, мне кажется Этот эпизод он очень хорошо показывает Как все-таки соотносится повеление Божье Господь говорит Эту династию надо пресечь Ты прекратишь ее существование И тем, как люди это исполняют Вот вся эта кровавая каша Все-таки гораздо больше от людей Пошли за Нина Обнаружили только череп, ступни и кисти рук Еще бы там по ней целые колесницы проехались Тогда посланы вернулись И донесли обо всем Ехо он сказал Именно так и предрек Господь через Илью Истишбе На земельном участке израильском Сожрут собаки Изавель Будет труп изавеля Валяться в поле, как навоз На том самом израильском участке Не опознать будет тогда Изавель И все-таки Все-таки Это какая-то справедливость Да, очень жестокая, кровавая Но История про навота Это же история про право на частную жизнь Вот есть царь, есть государство Они отбирают у простого человека И его земельный надел Не просто отбирают силы Деньги предлагают Или в обмен другой участок Тут отказывается говорить Что это наследие моих отцов В сегодняшнем нашем государстве Много ли шансов отстоять Свой участок, свой дом Если он понадобился государству Не очень, по-моему А тогда оказывается, да И иначе как убив этого человека Нельзя было забрать Но вот этот прецедент Он становится тем, что не дает покоя никому Государство уничтожило человека Для своих государственных планов И это значит, что это правительство Эта власть, она не может продолжаться Она однажды будет пресечена Пусть даже не сам Ахав, но его потомок И Езевель, которая, собственно, и устроила этот заговор Будет убита тоже очень жестоким, кровавым образом И точно так же останется без погребений Вот мне кажется, что это удивительный урок Который для, знаете, все-таки Ближнего Востока Около трех тысяч лет назад Был, наверное, уникальным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok